Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала! Некоторое время назад, 1 мая, в нашей стране отмечался как Международный День Солидарности Трудящихся. Времена прошли, история изменилась, некоторые решили переписать историю. Мой собеседник в некоторых программах, Игорь Ивлев, говорил о том, что вождь мирового пролетариата допустил ошибку в создании вот этого так называемого, я так с тени иронии скажу, многонационального государства советского. Все это потом аукнулось и аукается и сейчас. В какой солидарности может идти речь сейчас, когда украинская нация возомнила себя превыше всего? Помните такой, кто не помнит, наверное, не знает, был такой труд Владимира Ильича Ленина о праве нации на самоопределение. Ну вот, украинцы самоопределились и все тот же кандидат наук Игорь Александрович Ивлев расскажет нам, как же появился на свет этот украинский нацизм, с чем сейчас и пытается бороться российская армия. Вот в этом вопрос, причем в таких формах, я бы сказал, очень острых, опасных, злобных. Ну, есть национализм в Польше, но, по-моему, такого он не достиг. Есть в Прибалтии, но тоже такого не достиг. Там все как-то укладывается в рамках политических. Я думаю, это вот мое мнение, историческая судьба такая. И в чем она проявилась? Вот Путин как на днях выступал, сказал, что это вот, начиная там с подготовки к Первой мировой войне, Австрия и Польша абсолютно правильно. Но я думаю, что гораздо глубже. Гораздо глубже. Тут уже на готовую почву все это ложилось. Началось с того, что произошел распад Киевского государства. Ну, где-то до середины 13 века, так называемая Гальцко-Волынская Русь, она вполне себя признавала частью единого государства. Считались они как-то и с великим князем, который в это время сидел во Владимире. Тут, по-моему, было все вот большое гнездо, значит, признавали, что они вот младшая ведь дома Рюрикова, значит, и вот великий князь там. А дальше что произошло? Дальше пресеклась династия. Вот так называемые Романовичи там, в Галиции. То есть, вот эта ведь Рюриковича, она пресеклась. Вот что, может, я ошибаюсь, это очень тонкий вопрос. Но мне кажется, что там психологические особенности народа, который там населял. Ведь, ну, Киевская Русь-то Русь, но она стояла из разных племен. Вот здесь, в Рязани, Вятичи. В Киеве, там, Поляне. Маленские, Витебские, Кривичи, там, Дерговичи и так далее. А там киберцы и дулебы, по-моему, если я не ошибаюсь. Но это не важно. Определенные были моменты, понимаешь, это брутальные были народы. Вот боярство, а оно боярство само по себе-то не могло без поддержки народа. С поддержкой народа, конечно, буквально сожрало династию. Но дело-то ходило до того, что любовницу князя какого-то там, не помню сейчас какого, повесили. Ну, где это вот, в любых других регионах и княжествах. Вы не найдете такого примера. То есть, вот такая вот, значит, ситуация, вот поведение, так сказать, особенностей психологической, они привели к тому, что династия притекла. И произошел распад Галицко-Волынского княжества. Ну, в силу вот этих династических связей, Волынь, она в основном отошла к Литве, Великому княжеству Литовскому. А Великое княжество Литовское это православное в то время было государство. Там две трети населения были русские. В бывшие вот территории княжества Литовского киевского. А Галиция, вот рассадник теперешнего национализма, она впала в Польшу. То есть, в католическую среду. Но там не сразу, конечно, вот под влиянием католицизма все это оказывало влияние, но это очень медленный процесс. Но, тем не менее, значит, в 16 веке, в результате Двухуни, произошел раскол православия, откол, точнее говоря, Галицийской церкви, от православия, и образовалась униатская церковь. В результате, так называемые, Брестская, а потом Люблинская уни. Ну, что там произошло? Группа епископов из-за чист шкурных соображений, а там порядок сложился такой, что епископы, они зачастую покупали свои места, назначались там влиятельными людьми, из-за чист шкурных соображений. Отпал от православия, признал верховенство Папы Римского. То есть, вот это так называемая греко-римская церковь. Она волей-неволей должна была как-то разжигать вот этот национальный аспект, потому что у ней не было опоры в других-то краях, в других странах православного мира. Она опиралась только на Ватикан и на вот национальные эти дела. Но, тем не менее, и это еще не все. Дальше, так сказать, вот под влиянием, конечно, культура, традиции, даже язык менялись. Но, тем не менее, когда в 12-м году, после того, как Наполеон дал по борде русской армии подоустерлийца, и русская армия возвращалась на родину после заключения перемирия с Наполеоном, в том числе и через Галицию. Потому что на нашей стороне там Австрия воевала, ушли через Австрию. Значит, в том числе и через Галицию они увидели, говорят, батюшки, так это же мы. Они первый раз увидели русских, москалей, как в их терминологии. И дальше они опять их не видели. До самого 39-го, там чуть, может, пораньше года. Значит, стал подниматься, ну, русофильский аспект. Русофильские настроения стали подниматься. Тогда вот австрийцы, понимая, что союз с Россией это все-таки явление временное, начали там всячески вот подстегнуть и разжигать вот эти националистические настроения, а беда еще в том, что не было элиты своей уголицейской, значит, уголицейского народа, уголичан. Вся элита, она, ну, она по происхождению была частично, видимо, русская, но и поляки были. Но та русская элита, которая там была, она ополячивалась. Они приняли католицизм, потому что они там льготы определенные имели, политические, социальные. И вот эта вот элита, она очень удобная оказалась для Австрии. И они стали выдумывать язык, учитель какой-то, понимаешь, но по происхождению поляк изобрел азбуку для галичан. Значит, разные там, так сказать, культурные воздействия, так сказать, культур пытались, так сказать, повлиять. Значит, выживали сторонников России. Значит, в 1830 году, если помните, значит, было восстание поляков. Вот после всех разделов Польши восстание антирусской, антиавстрийской, антипрусской. Значит, Австрия, воспользовавшись моментом, сформировала вот из западноукраинцев, из галичан, сформировала два или три полка, которые подавляли это восстание в составе австрийской армии и хорошо воевали. За это им императрица Мария Терезия и подарила знамя, пожаловала знамя. Вот это желто-блакитное, выражаясь по-ихнему, значит, желто-глубое вот это знамя, которым они теперь пользуются, ну, теперь она по всей Украине, первоначально, но было, пожалуй, на галицейскому, значит, к вас, народу, галицейским людям, значит, вот за участие в подавлении, значит, восстании польского. Ну, и наша, конечно, интеллигенция петербургская и московская, она тоже очень прохватна, те с вами, к этому рассматривали. Ну, подумаешь, вот там национализм подымается, это все бабушки, это все ерунда, это все этнографические чудеса. Даже вот икона так западных украинцев Тарас Шевченко, он же не говорил, что он на каком-то отдельном языке, он говорил южно-русский диалект. Он сам оценивал свой язык, то есть украинский язык, как южно-русский диалект. А Украину как государство изобрел генерал Гоффман, немецкий генерал, которым потребуют заключить мир в 18-м году отдельно от России, ибрестский мир, а там еще был мир с Украиной. Но это я забежал вперед немножко. Вот дальше, значит, подходы я, как говорится, с пятой на десятой прыгаю, потому что это, значит, очень длинно будет. На подходе к Первой мировой войне, значит, ну, Австрия принимала все меры к тому, чтобы выдавить русофильскую часть общества. Кого выдавили, а кого по концеватерям рассажали. Впервые на европейском континенте концеватеря были созданы в Западной Украине. Это Терезин и второй, не помню, тоже. Тимпельгов, что ли, не помню название. Второй концеватеря, где по подсчетам специалистов порядка 80 тысяч погибло людей. Это в основном сторонник России. То есть по итогам Первой мировой войны, Первой мировой войны, сторонник России на этой территории не осталось. Значительная часть ушла. Ушла куда? Вот в Донбасс, вот теперешние жители Донбасса. Они, знаете, в некоторой части потомки вот тех галичан, которые ушли в свое время из Галиции в Россию. Дальше еще один эпизод был. Не знаю, может быть, я много времени занял, но он тоже, по-моему, значимый. Когда вот после Богдана Хмельницкого, там же безобразие творились на Украине. Измена Гетманов там и Юрка Хмельницкий изменял, и Выховский. Они там бегали взад-вперед. И Торошенко туда-сюда манипулировал, понимаешь. Значит, Швеция, которая враждовалась Польшей, нанесла сильнейший удар по Польше. А Западная Украина, она под влиянием и в составе Польши находилась. Польша была разгромлена, ну, до предела. Вот Костомаров, знаменитый историк украинский, кстати сказать, большой националист, значит, он написал труд по этому поводу, который так и назвал руины. Вот когда эти руины произошел, разгром Польши, тоже значительная часть украинцев пошла в Россию. Царь Алексей Михайлович разрешил им чилиться от теперешней Горьки, Харьковская, Сумская область, это так называемая Слободская Украина. Вот это Слобожане, это вот тоже вышли с Запада. То есть там все время сокращалось число православных и число сторонников России. А дальше опять же говорю, ну вот все это состоялось, ну Петлюра, я не буду этого касаться, там период гражданской войны, там все понятно. Она оказалась опять в составе Польши. Вот Галиции. До 1939 года вон в составе Польши. И они русских людей-то они не видели. В 1939 году увидели, но у них уже в голове твердо сидело. Кто враги? Москали, поляки и жиды. Вот триада у них была заложена, бита. И они с этой триадой так и жили, и боролись. С Красной армией, с советской властью. Ну попутно, конечно, там и поляков вырезали. Евреи говорить нечего. Безобразничали, как хотели. Значит, дальше, ну, ведь смотрите, вот сейчас такая легкость в смысле была у наших военно-политических руководителей, что мы тут Украину бах-бах разобьем, и они все на нашу сторону перейдут. А историю бы надо посмотреть. Разгромили Германию, вон какая сила. А с Германией воевала вся Европа. Как Пушкин писал, не вся Европа тут была, а чья звезда ее вела. Значит, Гитлер тоже не так прост был, как некоторые его рисуют там каким-то шизофреником. Это фигура сложная и очень опасная в этом смысле. Значит, а дальше воевали в подполье с этими самыми галлицейскими АУН-УПА. Воевали 10 лет с ними. И погибло, если память не меняет, около 30 тысяч. Саудат Красной Армии, работников милиции, госбезопасности, партийного советского актива, учителей, агрономов, врачей. Политика была такая. Учитель пришел или учительница? Так, если ты не служишь, значит УПА. Значит, конец почти неизбежный. Запугывание, террор, понимаешь, страшный. Потом, как всегда, из шкурных интересов, Хрущев, этот отпетый карьерист, почему-то решил, что они все вдруг перековались. И, если память не изменяет, в 55-м году, 55-й год, 10 лет прошло после войны. Если им было под 30 даже лет к концу войны, то это 40 лет в расцвете сил. Их всех амнистировали. Не только выпустили, понимаешь, а амнистировали и, так сказать, разрешили работать, где они хотят. А это дети, в основном, верхушка ООН и УПА, это дети униадских священников. И они грамотные, и они заняли руководящие посты. В том числе, вот такой был Василий Кук, это наследник Шушкевич. Вот после него он занял должность руководителя УПА. Его разрешили поселиться в Киеве. И он работал, не помню сейчас, то ли в ВУЗе, то ли в каком-то научно-исследовательском институте. Вот они воспитали, а это вот их внуки. Это вот теперь их внуки. И наивно рассуждать о том, что мы с ними договоримся, это просто, я не знаю, человеку, который верит, надо тогда пойти у психиатра проверить. Ну как это так, с кем мы будем договариваться? Я признаю только одно. Вот сейчас эти переговоры, попытка вести переговоры. Значит, только как чисто такое пропагандистское воздействие на общественное мнение Европы. Надо этим сукиным котам показать, что мы неоднозначно только воевать и воевать. Но они не пойдут с нами ни на какие договоры. Это гаутевая часть, агаутевая. И когда мы говорим «браты», то мы должны иметь в виду, «браты» это «браты», хотя и троюродные. Но правят-то не «браты». Там вот эта часть Галицийская, она давным-давно забыла, что они когда-то были русскими. Давным-давно. Об этом еще в 2014 году был такой Петр Николаевич Дурново. Министр внутренних дел у царя, а потом член Государственного Совета. Он в записке царю по поводу Первой мировой войны писал и призывал не воевать. Потому что будем воевать за интересы Англии. А у России нет интересов в этой войне. И присоединять нечего, кроме Галиции. А Галиции отравит империю. Он и подчеркал, что там они уже, это не русские люди. И был еще вот такой пример, значит, ну тот человек, который знал изнутри. Кузнецов Николай Иванович, известный разведчик, я думаю, многие помнят такую фамилию. Значит, у него был помощник Струсинский. Он выжил, он не погиб. И после войны долгое время работал в органах госпезопасности. Во Львовской, Ивано-Франковской области. Он умер где-то уже в начале этого века. И незадолго до смерти в каком-то интервью он говорил, что Галиции – это не украинец. Это люди, которые, так сказать, мутация произошла, как его словами выражались. Мутация. Это не украинцы. Это люди, которые имеют совершенно другую, так сказать, психологическую, культурную, языковую основу. Ну, религиозную, само собой. И все эти последние хочу сказать. Православную церковь на Украине надо защитить. Надо защитить. Иначе они ее сгрызут. Иначе сгрызут. Сами они разберутся внутри церковных делах. Но от нападок, от бандитизма, который по отношению к православной церкви проявляется, это надо пресечь, и его надо защитить. На этом все. Комментарии не закрываю. Пишите любые. Игорь Александрович их прочитает. Посмотреть меня можно на канале в Ютьюбе, на телеграм-канале Рязанский репортер, на Яндекс.Дзене с таким же названием канал, в группах Рязанский репортер, одноклассники ВКонтакте и в моих аккаунтах в социальных сетях. Всего доброго. До встречи.